Я бы не стал говорить отдельно именно о кризисе журналистики. Вообще, в целом, я думаю, что мы можем говорить о том, что творческие профессии в России сталкиваются с определенными проблемами, и журналистика здесь не является, к сожалению, исключением. Мы также можем говорить о каком-то кризисе, не знаю, в пиаре или в гуманитарных технологиях. В интеллектуальном пространстве вообще мы видим, что, скажем, интеллектуалы не могут зачастую найти ответы на те вызовы, которые есть сейчас. И журналистика — часть этого общего интеллектуального кризиса. Добавьте сюда кризис нашего образования. И в этом плане я помню громкие разбирательства на тему, скажем, ситуации на журфаке МГУ. Но ведь мы же понимаем, что такого рода статьи мы можем поместить и про другие высшеучебные заведения. И не только касательно журналистики. У нас в целом достаточно серьезные проблемы, связанные с высшим образованием. И эти проблемы потом перетекают и в кризис творческих специальностей, в том числе и в кризис журналистики. В этом плане не так страшны блогеры или интернет-журналисты, народные журналисты. Если бы журналистика давала качественный контент, никакие бы блогеры ей бы не были страшны. Тем более, что сами блогеры зачастую тоже довольно грустное явление представляют. И уровень их анализа, особенно те блогеры, которые претендуют на роль каких-то аналитиков, они зачастую заставляют с грустью на это все смотреть и пожимать плечами. Поэтому я бы в целом зафиксировал некий действительно кризис нашего интеллектуального слоя. Журналисты являются частью этого кризиса. И вот этот кризис, я думаю, во многом является как раз продуктом кризиса нашего образования. Наше образование перестало производить интересных людей. Это огромная чудовищная проблема. И мы же понимаем, что если в школе у нас начинают вместо действительно молодых мыслящих, мальчиков и девочек готовить не пойми кого, потом все это перетекает в высшую школу и выходят люди, не имеющие ни знаний, ни представления о жизни. И все это попадает в журналистику. Но чего мы хорошего хотим от этого ожидать? Поэтому я бы сказал, что кризис, к сожалению, гораздо сильнее, чем просто проблемы журналистики.